Друзья, всем привет! Вы смотрите первое видео Авторынок и сегодня в нашем обзоре. Легко продавливается пальцем, рассыхается и покрывается трещинами. А ездит он отнюдь не по-пенсионерски. Некоторая пластмассовая послевкусие, просьба посочувствовать. Вас эта проблема не касается. Выглядит как анекдот. Ваш выбор, кладовка. Но можно это будет и вырезать. Автомобиль – мечта юности для сибиряков и дальневосточников. Из тех, кому уже за 30, менее 6 секунд до сотни, не вынимая рассаду из багажника. Настоящий праворульный японский Subaru Legacy в кузове BP. Четвертое поколение Subaru Legacy появилось в 2003 году. Эта машина прожила на родном японском рынке дольше, чем на экспортных. Последние экземпляры покинули конвейер в 2009. В 2006 году автомобиль прошел через рестайлинг. На родном японском рынке Legacy 4-й генерации оснащался следующими вариантами двигателей. 2 литра в атмосферном исполнении на 140, на 180 и 190, в зависимости от коробки передач лошадиных сил. Также здесь были турбомоторы объемом 2 литра, мощностью 260 на автомате и 280 лошадей на МКПП. И Atma 3-ка, оппозитная шестерка, на 250 лошадиных сил. Мотор объемом 2,5 литра, в отличие от европейских вариантов, на родном японском рынке был представлен только в виде злой турбоверсии на 285 лошадей. Такие автомобили крайне редкие и вероятность найти подобную на вторичном рынке крайне мала. Что касается коробок передач, для всех моторов, кроме 3 литров, механика, либо автоматической КПП на выбор, ну а привод у всех Legacy только полный. Сегодня у нас на обзоре автомобиль подписчика. Это 2004 год выпуска под капотом EJ20X 260 лошадиных сил, 2 литра, турбокоробка-автомат. Кстати, если вы ищете для себя машину, вполне может быть, что на нашем канале Первый Видео Авторынок уже есть обзор на искомую модель. Подписывайтесь на канал, забивайте в поиск интересующую машину и смотрите про неё всё. Ну а в конце этого видео вас ждёт шокирующий факт про обозреваемый автомобиль. Габаритные размеры этого автомобиля в кузове универсал. Длина 4 метра 68 сантиметров, ширина 1 метр 73, высота 1 метр 47. Колёсная база здесь 2,67, радиус разворота 5,4 метра. А снаряженная масса для не кажущегося большим универсала довольно немаленькая 1430 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то Легаси этих годов окрашены достаточно толстым слоем. По крайней мере, современные автомобили имеют гораздо меньшее количество микрон. В данном случае нижняя граница 95, а максимальное значение около 130. Что касается коррозии, эти кузова в целом сопротивляются ржавчине лучше, чем, например, Форестеры в кузове СГ. Но задние арки – это типичная проблема для данных автомобилей. А вот задние стаканы, несмотря на то, что их состояние лучше проконтролировать при покупке, не являются больным местом этой модели. Ну а теперь к обзору внутреннего пространства. И самое главное, за что стоит покупать Легаси в кузове универсал – это, конечно, багажник. Крышка довольно увесистая, а проем очень широкий. Нам так и не удалось полностью удалить отсюда все следы присутствия владельца у этого автомобиля. Но это не помешает нам произвести замеры. Ширина проема багажника по его средней части – 105 см. Ширина в наиболее узкой – 108 см. Высота от фальшпола до крыши – 72 см. А длина по полу при поднятых спинках задних сидений – целых 109 см. Если настал черед перевозки длинномеров, и вы сложите заднее сидение, грузите нечто длиной до 1,90 м. А максимальная длина груза, которую можно перевести, если упереть его в переднюю панель – 265 см. В этом поколении Subaru Legacy универсал гораздо конкурентоспособнее седанов с точки зрения хозяйственных задач. Поскольку у седана спинки сидений не складываются, да и лючка для перевозки длинномеров там нет. Так что если дачные дела вас все же иногда касаются, ваш выбор – кладовка. Ну а теперь про дополнительные фишки багажника Legacy универсал. Начнем, конечно, с подполья. Под фальшполом располагается ниша, куда можно сложить, как это видно вполне наглядно, очень много чего полезного. Кстати, в отличие от современных автомобилей марки Subaru, под этой емкостью располагается запаска. Также в этом багажнике присутствуют дополнительные крючки, на которые можно повешать пакеты, чтобы содержимое не рассыпалось в поворотах. Здесь есть четыре петли, за которые можно зацепить сетку, фиксирующую груз. Также в боковых панелях здесь присутствуют ниши, прикрытые крышками, в которых можно разместить канистру с маслом. Ну а теперь про салон. В нашем случае тканевый, хотя эти автомобили выпускались в самых разных вариантах, вплоть до алькантары и кожи. Водительское сидение в данном случае оснащено электрическими регулировками. Их диапазон весьма обширный. И если я сажусь при росте 1,86 м в максимально отодвинутое назад сидение, то моя левая нога почти выпрямляется в колени. С подбором посадки за рулем здесь не возникает проблем, лично у меня. Но есть пара моментов по эргономике, про которые надо быть в курсе. Если у вас большой размер ноги и вы носите 44-45 размер обуви, то, возможно, педальный узел в этих кузовах будет для вас неудобен. Так что перед покупкой лучше, как говорится, примериться. Зато к сидениям вопросов ноль. Хорошая боковая поддержка, интересный профиль, сидения в меру мягкие и неплохо фиксируют тело в поворотах. Регулировка руля здесь есть только в одной плоскости по вертикали, причем диапазон ее достаточно небольшой. Весь пластик салона в легосе 4-й генерации мягкий, очень податливый и легко продавливается пальцем. Правда, для владельцев праворульных вариантов есть плохие новости. Передняя панель у таких автомобилей очень часто рассыхается и покрывается трещинами. Выглядит это не очень эстетично. И самое неприятное, что пути решения только два. Искать на разборке панель без подобных повреждений, либо перетягивать в кожу свою. С учетом стоимости целой панели на разборке, второй вариант может выйти дешевле. Владельцы леворульных вариантов могут спать спокойно, вас эта проблема не касается. На этом месте владельцы Infiniti FX в 50-м кузове, скорее всего, сочувственно покивают. Приборная панель в свое время здесь смотрелась очень нарядно, не потеряла она актуальности и по сей день. Красная подсветка колец приборов. Крупная оцифровка, идеальная читаемость и полное отсутствие электронщины, кроме одометра. Подрулевые переключатели оставляют некоторое пластмассовое послевкусие, но тянуться к ним не приходится. Расположены они здесь, там, где должны. Сами двери у этих кузовов, кстати, безрамочные. Выглядит это все очень симпатично и стильно. Правда, иногда приходится регулировать прижим стекол. Блок стеклоподъемников здесь расположен под необычным углом. Да и кнопка блокировки центрального замка выглядит как тумблер, а не как привычная кнопка. Справа от руля располагается регулировка боковых зеркал. Здесь же у нас корректор фар. Регулировка яркости подсветки приборов. Складывание зеркал. И подогрев зоны дворников. Никакого мультируля в этих автомобилях еще не было. Все, что здесь есть, это клавиши для смены передач в ручном режиме. Основную часть передней панели в данном случае занимает штатная магнитола, которая в данном случае работает, но передала многие свои функции новому устройству на базе Android. Кнопка аварийки располагается в непривычном месте и выглядит очень скромно в плане размеров. Климат-контроль у этого автомобиля автоматический, но рассчитан только на одну зону. Температура регулируется при помощи удобной поворотной рукоятки, а обороты вентилятора при помощи клавиши. Пользоваться ей при селекторе в положении парковка не очень удобно. Селектор откровенно мешается, здесь очень маленькое расстояние. Но зато есть авторежим. Одно нажатие и вам больше не надо сюда смотреть. Кстати, с дисплеем климатики бывает связана одна из проблем по электрике в салоне этой машины. Дисплей банально гаснет, все продолжает работать, но управлять придется по наитию. Внизу под дисплеем располагается крохотная буквально пепельница, селектор коробки передач, прорезь типа змейка, ручной режим, есть клавиша для разблокировки селектора при выключенном зажигании и кнопка включения эко-режима. На турбомашине с двигателем в 260 лошадиных сил клавиша эко выглядит как анекдот. Ну а стояночный тормоз здесь самый обычный, привычный, механический. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, в центральном боксе присутствуют подстаканники, они глубокие и по идее над ними должна быть крышка-шторка. Но это первое, что в салоне этого автомобиля обычно ломается. Также здесь есть маленький кармашек под мелочь. Основной бардачок поделен на несколько секций, часть из которых, как я подозреваю, должен занимать CD-чейнджер в некоторых комплектациях. И бардачок довольно объемный. В центральном боксе также присутствует отсек для хранения. Квадратный, довольно глубокий, насыпать можно много чего. А внизу дверных карт очень узенький кармашек, куда можно положить либо какие-то бумаги, либо, например, тряпочку для протирки панелей салона. Что-то более габаритное сюда уже не влезет. А вот что касается обзорности, по этому автомобилю здесь впечатление двоякое. С одной стороны низкая линия бокового остекления и довольно крупные по меркам тех лет зеркала. Низкая линия приборной панели, но с другой стороны это полностью невидимый капот. Даже если поднять сидение максимально наверх, все равно габариты автомобиля вам больше придется чувствовать, чем наблюдать. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем сидении этого почти классического универсала. А вот что касается места сзади, то с этим, конечно, есть вопросы. Если ваш рост высокий. При росте 1,86 м, садясь сам за собой, я упираюсь коленями в переднее сидение. Причем спинка его в данном случае выполнена из жесткого пластика. Само сидение тоже имеет профиль, не столь ярко выраженный, как у передних кресел, на полу высокий тоннель. Так что если здесь и разместятся три человека, то не слишком широкие, не особо плотные комплекции. Зато задним пассажирам полагается подлокотник. Правда, без подстаканников. Подстаканники же открываются из центрального бокса. А в верхней части, опять же, пепельница. Спинка сидения может регулироваться по наклону, правда, в довольно ограниченном диапазоне. А запас пространства над головой, кстати говоря, весьма немаленький. А вот карманов внизу дверных карт для задних пассажиров в данном случае не предусмотрено. Так что, как говорится, все свое ношу с собой. Что касается двигателей, здесь стояла в основном серия EJ. Старая и, что называется, проверенная временем. Оппозитные четверки с ременным приводом ГРМ, без гидрокомпенсаторов, с обычным распределенным впрыском топлива. И в нашем случае это EJ20X. 260 лошадиных сил, а это значит, что мотор имеет наддув. Турбина здесь одна, в отличие от твинтурбо-схемы на Легасе предыдущей генерации. Владельцы этих автомобилей избавлены от поисков утечек в вакуумной системе управления наддувом. Этот мотор выдает в стоке 343 ньютонометра крутящего момента. И с ним Легасе превращается в весьма динамичную машину, даже с автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км в час по заводу – это что-то около 6 с небольшим секунд. Но путем нехитрых манипуляций в процессе доработок этот показатель можно значительно сократить. Что касается надежности, у этих двигателей, у EJ20X конкретно, есть определенные особенности. Так, это четырехвальный мотор, который имеет на каждом валу муфту-фазовращателя системы АВЦС. Замену ремня газораспределительного механизма тоже лучше не проспать. А при его замене меняются также и полный комплект сальников по передней части мотора, и заодно помпа, чтобы не лазить два раза. Все это после покупки успел проделать владелец данного автомобиля. Вместе с заменой технических жидкостей, масел, в том числе масла в коробке и в переднем заднем редукторе, все ТО обошлось ему в сумму чуть более 100 тысяч рублей. Имейте это в виду, если вы присматриваете подобную машину по низу рынка на последние деньги. Вопросов к надежности турбины в данном случае минимум. А вот впускной патрубок турбины, так называемая самка, у этих автомобилей может подкинуть проблем. Эта деталь резинопластиковая и в процессе эксплуатации подвергается воздействию масляного тумана внутри, что приводит со временем к разрушению резиновой части. Если доездится до появления сквозной дыры, то есть неиллюзорный шанс приговорить двигатель. По той причине, что подсос воздуха через этот прохудившийся патрубок будет осуществляться за ДМРВ. То есть в систему будет поступать неучтенный компьютером воздух, что, соответственно, приведет к появлению бедной смеси и последующей детонации, которой EJ серия с наддувом очень не любит. Соответственно, и требования к бензину 98100 октановое число и хорошее качество. Замена масла здесь осуществляется раз в 5000 километров пробега. А при очень интенсивной эксплуатации можно и этот интервал еще сократить. Кстати, владелец данного Subaru утверждает, что машина на 5000 километров расходует максимум 500 грамм масла. А ездит он отнюдь не по-пенсионерски. Ну и еще из дорогостоящего, при осмотре подобного агрегата обязательно обратите внимание, чтобы у вас не текли прокладки под головками блока цилиндров. Потому что если подобная течь обнаружится и прокладка уйдет под замену с соответствующей шлифовкой привалочной плоскости, это будет поводом для серьезного торга. Что касается автоматических коробок передач, то на этих автомобилях пятиступенчатая классическая КПП отличается с завидной живучестью и довольно спокойно переносит соседство даже с мощными двигателями. В основной своей массе проблемы к большим пробегам здесь подкидывают соленоиды в гидроблоке. Но они ремонтопригодны. Поэтому подобная проблема не пробьет большую брешь в вашем бюджете. Главное, помните о необходимости менять в коробке масло. Если речь идет про машину с АКПП и доработанным турбомотором, то в некоторых случаях при частых светофорных стартах с места в режиме газ в пол удается приговорить хвостовик самой коробки. Сами автоматы здесь бывают в нескольких модификациях и отличаются распределением крутящего момента по осям. Но в данном случае это 50 на 50. Постоянный полный привод. Ну а теперь про дорожный просвет. По каталогу 155 мм этот автомобиль на заводских пружинах. Его не задержали. Низшая точка под защитой моторного отсека 15 см. Ровно столько же под резиновым фартуком под бампером. До порога за передним колесом 16 см. Также и в задней части 16 см. А край заднего бампера от асфальта в 21 см. Говорить о ресурсе компонентов подвески этих машин смысла мало. Большинство из них давно разменяло пробег в 300 тысяч. И никаких родных узлов там уже как правило не осталось. Рейка у этих автомобилей обычно гидравлической практически в 100% случаях вы увидите потеющий либо подтекающий насос гидроусилителя. Также обращайте внимание на отсутствие течи по самой рейке. Передняя подвеска здесь типа Макферсон. Хотя передние рычаги относительно необычной формы. Зато стабилизатор поперечной устойчивости расположен снизу. И заменить на нем втулки можно без каких-либо вопросов. Что касается антикоррозийной обработки. То по заводу эти машины вряд ли несли на себе исчерпывающее количество антикора. Поэтому в данном случае владелец автомобиля, который достался ему без коррозии под днищу, решил перестраховаться. И первое, куда этот автомобиль отправился сразу после покупки, это на обработку. Под массивными пластиковыми защитами располагается топливный бак. Его объем здесь 64 литра и сам бак, кстати, стальной. Проверяйте на предмет отсутствия сквозной коррозии. Задняя подвеска здесь на рычагах. По одному продольному и три поперечных рычага на сторону. Амортизатор и пружина выполнены в виде стойки. В самом начале мы обещали вам раскрыть шокирующий факт про этот Subaru Legacy. Пробег машины 280 тысяч километров. И здесь стоит еще родной турбомотор. Мотор обслужен и работает штатно. К вопросу о мифах про ненадежность Subaru. Если обзор понравился, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал. А если вы так и не нашли автомобиль, который вас интересует у нас на канале, пишите в комментариях. Постараемся его найти и отснять. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока.